Я сначала не поняла, что это такое. Цветы я точно не должна потерять. Сиськи бы отрезала. Находка супер-пуперская. Безбожно, мало мерят. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи. Сегодня у нас очередной обзор фикс-прайса моего любимого магазина. Та-дам! Вот такой вот у нас небольшой пакетик. Все новинки, кроме одной. Вот это не новинка, Ленор, которую я взяла. Я периодически там беру специально для детей. Я его чуть использовала уже и положила, чтобы вам показать. Мне нравится. Я сразу, знаете, беру и для ребенка, и для себя, чтобы разные кондиционеры не покупать. Единственное, что для черного белья я могу взять отдельный кондиционер. Хотя, вы знаете, нужно на самом деле иметь отдельные кондиционеры. Просто я бывает иногда детская стираю там со своим белым бельем каким-то, да? Для цветного, чтобы сохранять цвет. И для черного обязательно. Надо будет подумать над этим. Просто пока у меня места для хранения не так много, я стараюсь экономить и брать что-то одно. Экономить место в плане. Итак, поехали по новинкам. Давайте первое, что я вам покажу. Ой, не тарахтела. Первое, что я вам покажу, это вот такая корзинка. Вообще, я давно хотела себе взять корзинку. Она стоит 99 рублей. Мне она понравилась тем, что, во-первых, она белая. Во-вторых, здесь колесики, понимаете? То есть, если где-то она в шкафу лежит, мы чуть-чуть ее приподнимаем, как бы на колесиках тащим. Особенно, если здесь очень много тяжелого всего лежит, да? Для чего я это взяла? Именно вот на кухне, у меня очень много, ой, на кухне, в ванне, у меня очень много всего наставлено, да? И бывает, что если ты вытираешь пыль, например, или еще что-то, тебе все это нужно по одному бутылечку убрать, потом вытереть пыль, да? Ну и вообще как-то сортировать хочется. Я еще не знаю, на самом деле, именно какую корзинку я хотела, но мне кажется, вот это подойдет. Я сейчас пойду в ванну, посмотрю, как я могу это все применить. Надеюсь, она мне подойдет по размеру и по всему, и вам покажу. Вот такая корзинка 99 рубликов, всего-навсего. Ну, в общем, вот, получилось типа того, как видите, да, она на колесиках там выезжает, и можно все сразу достать, воспользоваться всем, чем нужно, и обратно положить. Чуть-чуть по размеру не подходит, ну, короче, в целом, как-то так. Пусть пока так будет. Жарко что-то. Я кондер не включила еще, вообще молодец. Открыла окно, кондер не включила. Сейчас исправлю это дело. И самое интересное, я еще одела кофточку такую немного с длинным рукавом, видите? Чтобы уже конкретно, если запариваться, то прям вот конкретно, да? Так, что я давно хотела купить и, наконец-таки, купила, это вот такие подсвечники. Они стоят по 199 рублей. Да, недешево, но, честно говоря, мне кажется, они очень красивые. И вот в мою новую кухню, она у меня такая будет беломолочная такая, да, очень красиво впишется. Я вообще давно уже мечтаю о том, чтобы делать красивый ужин, ну, даже для себя, там, для ребенка. Вот мы вечером садимся, что-то я там сделала, и вот вечер, да, и включила свечи. И все классно, когда это красиво. Не знаю, я хочу сама себе красивую жизнь устраивать. Я живу на самом деле, чтобы вы понимали, грубо говоря, по картинкам, по этим фильмам с хэппи-эндом. И всегда с детства хочу, чтобы у меня так же жизнь складывалась. И понятно, что жизнь это не кино, это все понятно, да? Но какие-то такие моменты, мелочи, как красивый ужин, да? Ведь мы можем сами себе устроить это, это красиво для глаз, для эстетики. Короче, я взяла себе, эти вот свечники мне очень понравились. Они прям красивые, там было два цвета, еще был цвет как раз-таки такого цвета, который я в фасаде собираюсь делать на кухне. Я решила все-таки белый взять, я белый цвет обожаю. Как когда-то любила розовый. Нет, ну, белый это классика, и он мне никогда не надоест. Я не поменяю его на черный, там, или какой-то цветной. Белый есть белый, чистота, свобода какая-то. Короче, обалденные подсвечники. И тут можно, кстати, как маленький такой подсвечник, видите? Я еще не купила свечки, на самом деле. У меня розовые где-то есть, но розовые я не хочу вставлять. Видела по 24 рубля в Леруа Мерлен. Надо было взять, но что-то я профукала. И также сюда, мне кажется, можно поставить толстую свечку такую, а они продаются по 77 рублей в фикс прайсе. Короче, я не взяла, а надо будет взять. Так, подсвечники просто огонь, я довольно счастлива. Еще смотрите, какой прикол. Туалетная бумага в виде денег. 77 рублей стоит. Я сначала не поняла, что это такое, но это такой сувенир. Кстати, там в основном крестики-нолики были, то есть пока ты сидишь, можешь в крестики-нолики поиграть, да? Но использовать в туалете бумагу с деньгами, то бишь вытираться деньгами, мне эта идея очень вдохновила для покупки. Так, вытаскивайся. Смотрите. Прям не просто деньгами, а долларами. Так, здесь два слоя. Тут ничего не написано у нас, небось, да? Что два слоя бумаги. Просто бумага. Тонюсенькая, конечно, она. Это вам не Зева, или как там мы покупаем. Короче, вот такая бумага. Очень тоненькая. Ой, ну класс, вообще. Тема какая. Мне нравится. Ну, такой небольшой рулончик. Это чисто реально для сувенира, мне кажется. Даже не захочется ее использовать. Пусть стоит просто. Ну, кто-то захочет там гость раз в десятилетку деньгами. Ну, вы поняли, да? И можно, конечно, да. Я думаю, надолго у меня будет стоять. Но просто даже для красоты. Туалет, класс. Так, что еще меня порадовало? А, так, я купила деньги. Наконец-таки точилки. Вот такие две морковки. У меня на самом деле много точилок из фикс прайса. Я их уже покупала. Но карандаши у ребенка не поточены. Нужно их поточить. И я не знаю, где я постоянно переставляю. Вот это сместное место. У меня все в коробках. Где-то там, где что-то спрятано. Пока еще гардероба нету, да? Пока кухни нет. Но когда все это будет, конечно, все я буду уже расфасовывать. Но пока я не могу найти точилки. Поэтому я искала какие-то подешевле точилки. Потому что там есть и по 77, по 99 рублей. А тут за 55 еще и две. Вот такие морковки. Две-то я точно не должна потерять. Давайте достанем морковку одну. Посмотрим. Все, простая. Ой, подожди. А как ей точить? Вот. Открывается вот здесь. Вот здесь. Все, точим. Выкидываем. Все просто. Как дважды два. Надеюсь, деньги понравятся. Дальше, дальше. Посмотрите, какой классный топ. Офигенные просто топы в фикс прайсе. Я взяла 44 размера. Мне понравилось сочетание цветов. Именно вот этот голубой. И сзади, смотрите, как красиво. Вот такие вот перекрестки. Я померю и вам здесь покажу. Еще там были цвета розовый. Но на розовом там, вот здесь, если он розовый, то здесь черный и серый, по-моему. Мне не очень понравилось, не очень ярко. Есть еще голубой. Ой, это голубой. Есть еще зеленый. Вот любительница Чекова. Посмотрите на нее. Короче, есть еще зеленый. Тоже такое же сочетание цветов. А есть вот такой фиолетовый, вот такого цвета. И сзади у него другое сочетание цветов. Короче, классные на самом деле топы. 44 размер. Ну, я его уже мерила. Вам здесь еще покажу, да? Отлично. Она мне сидит. Единственное, что я бы убрала вот эти вот сиськи бы отрезала. Как говорится, да? Их можно вытащить! Я не видела. Я думала, отрезать надо. Вот. Блин. Класс. Короче, вот такая тема внутри. Мне она не нравится. Но у кого грудь небольшая, может быть, вам хорошо будет сидеть. Тогда лучше брать даже не 44. Просто я 44 взяла. 42 мне может быть маловато. Все. А вот сейчас померю вот так. Без них. Без них вообще будет, я думаю, огнище. Все. Так, еще я приобрела вот такие шортики. Мне понравились. Я когда-то приобрела маечку такую цветную. О-о-о. Она где-то тут лежит. И я часто ее прям таскаю. Она хлопок, яркая, красивая. Тоже такие какие-то надписи там цветные. Мне очень нравятся. Я прям ее таскаю. Она прям домашняя, кайфовая. Я решила взять такие же шортики. Это разная расцветка, конечно, с той маечкой. Я бы такую маечку еще взяла, чтобы, знаете... Но маечек не было таких. Там были шортики классные. Черненькие, розовенькие. Но здесь мне понравились сервечки вот такие вот. Короче, классный размер. 42. Но он прекрасный на 42. 95% хлопка здесь. Тоже померю, покажу вам. На самом деле шортиков можно было бы брать размеры побольше. Я люблю, когда они прям такие, знаете, висят. Там, не знаю, у меня 42. Размер 46 бы я взяла. Можно даже 48. Ну, это я люблю. А так они немножечко, видите, как будто в аптегончик чутка. Так, ну и находка супер-пуперская для меня, короче. Это трусики, которые я взяла. Появились новые трусики. Первые супер-кайфовые вообще. Я взяла размер 42. 95% хлопка. И они понравились мне тем, что они бежевые. Вот я как раз на фотосессию собиралась вчера. У меня было одно белое платье, одно зеленое платье и одно голубое платье. И мне нужны были трусы какие-то универсальные, которые я не буду под каждое платье менять, понимаете? А что это за трусы? Что это за трусы? Это бежевые трусы. И, честно говоря, они настолько идеально подходят к лицу. Ну, к тому, что, смотрите, бежевые, да? Посмотрите, они просто теряются на фоне моего лица. Приложу трусы к лицу, как говорится, да? Вот. Видите? Идеальные. Короче, я когда их отделала на кожу, надела их, короче, на себя, они реально слились. Их вообще не видно. Ну, как? Плохо видно. Ну, вы поняли, короче, да? И плюс они не сильно широкие. То есть при этом они красивый силуэт, если даже будет, ну, прозрачно выделяться что-то, да? Красивый такой достаточно силуэт. Я их купила двое. 42 размер. Нормально, отлично. То есть по размеру. У меня 42, да? И вот он, классно, 42. Вот такие я еще даже купила бы себе. Так, и вот еще взяла двое трусиков, короче. Ну, сейчас я вас предостерегу. Трусы очень классные, на самом деле. Они красивые, но они безбожно маломерят. То есть я взяла трусики размер 44-46. На свой размер 42, чтобы вы понимали. И они мне маленькие. То есть я должна была брать 46-48 размер. Ну, просто я думала, что те, наверное, уже совсем большие. Но они прям впритык, знаете, и немного прям передавливают. Я так не люблю. Но вообще они красивенькие. Видите, какие мне вот эти вот штучки понравились. Я еще дурында. Я взяла белый и я взяла черный. Понимаете? И мне под них, наверное, надо чуть-чуть похудеть. 77 рублей. Короче, считай 140, 152 рубля, 154 рубля я выкинула на ветер. Потому что все-таки они мне маловаты. Если будете брать на свой 42, берите 44-46. Не, ну, может кому-то подойдут. Но вот если смотреть по размерам вот это S, XS, да, то это нифига даже не S. Это XS. А мне не все XS. Ну, как бы я беру иногда трусики XS, да, в разных фирмах по-разному, да. Часто беру XS. Ну, потому что они хорошо тянутся или еще что-то. Но бывает XS и маловат. Это XS, который маловат. Понимаете? В общем, будьте бдительны. Все, мои хорошие, все цены я напишу, естественно, да, в уголочках. И вот такие небольшие были покупочки. Вроде ничего не взяла больше, да. Новинок очень много. На моем втором канале я хожу прям по магазинам. Не все, конечно, покупаю. Я покупаю именно то, что мне прям интересно, да. Я уже так безбожно не трачу денег направо-налево. Скоро у нас будет фикс-прайс в помойку. Сами понимаете, много в свое время набрала. И есть что-то, что быстро испортилось. Есть что показать вам, что не стоит брать. Скоро будет такое видео. У меня уже целый, огромный пакет. Все, Денька хочет играться. В общем, я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. От вас комментарии. Лайк обязательно этому видео. И если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok